МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Сельскохозяйственный год завершился, время подсчитывать урожай. Объемами выращенного и перспективами реализации продукции поинтересовались наши корреспонденты. Мир на ощупь. В нашем регионе более 2000 человек инвалиды по зрению. Во Всемирный день Белой Трости, который отмечался на этой неделе, Марина Джалая попробовала взглянуть на город другими глазами. Студенческие отряды. Одна из лучших традиций нашего прошлого стала трендом у современной молодежи. Привлекает не только романтика, но и возможность хорошо заработать. Об итогах сезона – большое интервью программе. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сельскохозяйственный год 2018 в Гомельской области практически завершился. Собранный урожай перевезен в хранилище и уже реализуется населению. При том, что белорусские овощи и фрукты среди покупателей пользуются стабильным спросом. Наши корреспонденты поинтересовались качеством отечественной сельскохозяйственной продукции нового урожая. Эта машина из Брянска в Гомель приезжает трижды в неделю. И всегда с одной целью – приобрести белорусские яблоки. Расстояние в 300 километров индивидуальных предпринимателей не пугает. Тем более, что ближе ничего похожего по качеству просто нет. Мы с этой фирмой сотрудничаем уже 4 года и постоянно берем яблоки. Качество яблок очень хорошее. Яблоки закупаем в детские садики, школы. То есть яблоки проходят по качеству. Ближе нам не устраивает качество яблок. И по красоте яблоки очень хорошие. Выращиванием яблок Владимир Мещерский занимается не первый год. А поэтому знает о них абсолютно все. На 60 гектарах около 100 тысяч деревьев. Это рядовой покупатель со стороны может легко запутаться в сортах яблок. Джона Гольд, Иммант или Веселина. Фермер о любом из них может рассказывать, наверное, часами. Говорит, что при правильном уходе за деревьями неурожайных годов не бывает. Еще одно обязательное условие – экологическая безопасность. Обрабатываются, но это делается в ранней стадии. Это делается до цветения, когда основной лед идет всякого вредителя во время цветения. И после цветения, когда только начинается зависть, чтобы убить все грибковые заболевания и убить вредителей и их личинок. Поэтому эти три обработки мы делаем обязательные. Яды не токсичные, то есть там невысокий класс опасности. То есть для пчел это не влияет. Наши пчелы, у нас 50 ульев, не погибают от этого. Если пчела не погибает, значит яд нормальный. Почему при таких урожаях и качестве местной продукции на прилавках крупных белорусских торговых сетей пока еще преобладают импортные яблоки – вопрос совсем не риторический. Причем дать на него однозначный ответ достаточно сложно. Еще сложнее повлиять на руководство этих предприятий. Яблок у нас в этом году очень большой урожай. Но вопрос в том, что нам не до конца удалось поменять политику и подходы наших крупных частных торговых сетей. Мы работаем в этом направлении, чтобы белорусское яблоко в широком ассортименте было приставлено на прилавках. С учетом того, что значительная часть яблок выращивается в частном секторе, подсчитать реальные объемы урожая сложно. Кроме того, срок хранения такой продукции не очень велик. В лучшем случае до начала следующего года. Тем более, что условий для хранения продукции у людей практически нет. Между тем, сейчас белорусских яблок на прилавках много. Год оказался урожайным. До февраля, я думаю, долежат. Но не все сорта. Вот этот сорт уже надо скушать быстренько. А остальные яблоки полежат еще. Очень вкусные. На вкус разные они все. Красивые. Не польские, не обработанные ничем. Натуральные яблоки. Положительным образом на ситуацию на рынках влияет и кооперация регионов. Цветную капусту в Гомель привозят из Брестской области. Клюкву из Житковичского района. По словам продавцов, с утверждением, что импортное всегда лучше отечественного, сегодня соглашаются далеко не все покупатели. Лучше берут нашу белорусскую, чем привозную. Яблоко очень хорошо берут белорусское тоже. Интересуются покупатели. Где белорусская самая лучшая? Гомельский центральный рынок – место, где ягодами, овощами и фруктами импортного производства не торгуют, по крайней мере, сейчас. Исключений немного. Разве что бананы и апельсины. Здесь же можно проверить выращенные на нитраты и радионуклиды. Этой возможностью, кстати, пользуется достаточно много гомельчан и жителей ближайших районов. Если не злоупотреблять удобрениями, продукция получается нормативно чистой. Показания морковка и яблоки в основном чистые. С превышением в этом году мы не отмечали ни морковку, ни яблоки, ни фрукты, ни овощи. А дикорастущие ягоды и грибы, а также мясо диких животных частенько бывает с превышением РДУ-99. Если выращивание яблок – это в основном забота фермеров, то большую часть овощей поставляют сельскохозяйственные предприятия. В этом году в комбинате «Восток» выращивали капусту, свеклу и лук. Но наиболее значительные объемы – картофеля. Центральное хранилище сельхозпредприятия – одно из крупнейших на Гомельщине и рассчитано на 22 тысячи тонн овощей. Около 14 тысяч, из которых приходится именно на картофель. Условия хранения значительно отличаются от прежних технологий, когда осенью клубни завозили в бурты, а весной до 60% из них выбрасывали как испорченное. Новое хранилище построили из современных материалов, которые способны в течение всего года обеспечивать оптимальные условия. Постоянный контроль температуры и влажности позволяют снизить потери в разы и бесперебойно обеспечивают население вплоть до нового урожая. Это современное картофельное хранилище, оно оснащено современным оборудованием. Сохранность где-то больше 90%. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Первый загруженный в Брагинском районе корабль назовут Гомель. Турецкая компания выразила желание участвовать в строительстве порта в Нижних Жарах. Подробности этого, а также других важных событий уходящей недели в обзоре от службы информации. Новые рабочие места, повышение конкурентоспособности белорусских товаров, дополнительное валютное поступление в бюджет. Все это станет возможным после строительства порта в населенном пункте Нижней Жары Брагинского района. Заинтересованность в реализации проекта выразила турецкая сторона. Делегация из этой страны посетила Гомель с рабочим визитом и встретилась с председателем облсполкома Владимиром Дворником. Идея масштабного проекта в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Первый важный результат встречи – готовность турецкой компании приступить к строительству порта. Условия – гарантия Беларуси по обеспечению судов грузами. В Светлогорском районе состоялся праздничный концерт, посвященный дожинкам в хозяйстве «Хутор Агра». В торжествах принял участие министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Почти год на базе предприятия реализуется проект по трудоустройству бывших заключенных. В январе хозяйство передали в подчинение департамента исполнения наказаний. При этом прежний коллектив сохранили. За год здесь построили несколько производственных участков. Создали новые рабочие места. Свой вклад предприятие внесло и в общереспубликанские каравайи. В подарок от МВД Беларуси коллектив «Хутор Агра» получил новый трактор. Чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мегаш посетил Ельск. Здесь прошли мероприятия, посвященные памяти национального героя Словакии и героя Советского Союза Яна Налепки. Именно на этой территории начальник штаба 101-го словацкого полка в 1943 году вместе с боевыми друзьями перешел на сторону белорусских партизан. Ян Налепко стал символом братства двух народов, которые боролись за общую победу. Он погиб в 1943 году во время боев в Украине. Герою был всего 31 год. Сегодня его имя в Ельске носят одна из городских улиц и пионерская дружина. В Гомельской области живет 2100 инвалидов по зрению. Тотально слепых и слабовидящих. Мы не так часто встречаем их на городских улицах, но отмечаем для себя сразу. Это люди в темных очках и с белой тростью. Чаще всего они ловко и уверенно идут знакомыми маршрутами, не нуждаясь в помощи окружающих. Они изучают мир на ощупь. В Беларуси закончился месячник «Человек с белой тростью». В этом году его посвятили финансовой грамотности. О новых возможностях слепых людей, об их талантах, о том, чему они сами могут научить других. Сюжет Марины Джалой. Георгию учителя колледжа искусств имени Соколовского. Ласково называют его наш Жорик. Всего 16. До сентября жил вместе с родителями и четырьмя братьями и сестрами в Мозыре. А потом решился на героический шаг. Самостоятельную жизнь и учебу в колледже. Здесь ловко оттачивает игру на баяне и осваивает фортепиано. То, что вы сейчас слышите, пусть это такие робкие опыты, но это то, что мы смогли сделать за два месяца. Его огромное желание учиться и мое горячее желание его научить, вот я думаю, что они будут успешными. Георгий вспоминает, сначала трудно было привыкать к новой жизни. Иногда очень тянуло вернуться домой. Тогда делал паузу и повторял. Начал дело, нельзя останавливаться на пути к своей цели. К слову о пути. Живет Георгий в общежитии, причем один в комнате. И каждый день самостоятельно ходит на учебу и обратно. Но это далеко не все, от чему научился парень за те два месяца самостоятельной жизни. Планую отпрацовать, вернуться, я мэтовик, у меня мэтовый накерунок, вернуться до себе в город, отпрацовать в школе, как наставник. А далее у меня есть идея, я хочу створить свой рок-бэнд. Кстати, зная историю парня, по инициативе областной организации БелТИС планируют создать безбарьерную среду от общежития до колледжа. По их же идее, на неделе в Гомеле для инвалидов по зрению прошла викторина знатоки финансовой грамотности. Это стало последним мероприятием из числа тех, которые провели в нашем регионе во время месячника «Человек с белой тростью». В этом году его посвятили доступности услуг и сервисов банков для незрячих и слабовидящих. Светлана Калинчукова на викторину приехала из Речицы. Сейчас ей 34. Окружающий мир погрузился во тьму 14 лет назад. И в 20 девушка начала учиться жить по-новому, на ощупь. Вышла замуж, родила двоих детей. Но это не предел ее мечтаний. Для Светланы очень важно стать более самостоятельной в повседневной жизни, продолжать развитие своих способностей. Не скажу, что вот прямо-таки после семинара все получилось с первого раза. Я приехала домой. Благо, что нам на семинаре раздали руководство по Брайлю. Опять-таки я делаю на этом большой акцент. Мне это очень помогает. И я пошагово по этому руководству первый раз делала вот первые шаги в оплате. С первого раза ничего не получилось. Я еще раз заново прошла тот же путь. И когда где-то среди ночи у меня получился этот платеж, я прямо, я не знаю, я подскочила, кричу, мы уже в река вставай, у меня все получилось. Работа с представителями банков проходила в несколько этапов. Сначала, еще в сентябре, провели семинар по управлению личными финансами. Участники осваивали навыки пользования мобильным банкингом. Незрячие и слабовидящие люди узнали о функционале этого мобильного приложения, об удобстве безналичных платежей и о том, как стать пользователем дистанционных услуг. Потом прошел трехдневный тренинг. Как результат, инвалиды по зрению, благодаря адаптированному именно для них приложению для смартфона, научились платить за интернет-услуги самостоятельно. Действительно, значит, молодцы, и что они смогли беспрепятственно выполнять все те указания, которые говорили банковские работники, я думаю, что будем с ними продолжать работать. И все эти новости, которые будут происходить в нашем государстве, я думаю, что мы не будем тормозить, а мы только будем идти вперед в ногу со временем. О правах инвалидов по зрению говорили во время Международного дня слепых на встрече с адвокатами. Она прошла здесь же, на предприятии «Светотехника». Сначала юристы напомнили о правах покупателей, потом рассказали об изменениях в законодательстве, касающихся абсолютно каждого. Не обошли такие темы, как трудоустройство, пенсионное обеспечение, адресная помощь. Кстати, на «Светотехнике», а также его филиале в Мозыре, работают свыше 180 инвалидов по зрению. Это единственное предприятие в регионе, которое занимается трудоустройством незрячих людей. Еще в начале диалога от адвокатов прозвучала фраза, которая заставила глубоко задуматься. Инвалиды сами, кого хочешь, научат. Вскоре мы в этом убедились сами, познакомившись с очень обаятельным парнем, поэтом Владимиром Череухиным. Здесь, на предприятии «Светотехника», он почти год работает инструктором-методистом по социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. За это время его подопечными были около 20 человек. Кто-то хотел научиться пользоваться смартфоном, другим надо было овладеть работой за ноутбуком. Обращались и за психологической помощью, ведь Владимир имеет соответствующую специальность. Сколько времени нужно, чтобы человек овладел работать? Я думаю, что от полового года до двух, я так меряю, потому что так просто сходу не хапают. Особливо люди, которые старшего возраста. Молодого легче есть, конечно, тут. Тут у меня есть, например, хлопец подопечный, которому 15 лет. Ну, я говорю, а мальчику ничего сломать не требовал. Показал, я тут чего хапил. А человеку, у кого там за 60, например, есть больше такие, стали крестальники. А есть человеку, у кого требует раз за разом одни и те же самые навыки отпрацовывать, чтобы заманцевались. Вы занимаетесь индивидуально, да? Конечно. Каждый рухается со своей худкостью. Кроме консультаций специалистов, инвалиды по зрению сами находят для себя нужную информацию в библиотеке предприятия. Тут оборудован уголок с компьютерами, которые имеют специальные программы. Здесь же гордость библиотеки. Электронная лупа. Благодаря этому прибору слабовидящие люди могут читать. На полках книги со шрифтом Брайля. Но жизнь она и за пределами предприятия. И тут незрячим гомельчанам также нужна поддержка. Заходя в автобус, переходя дорогу, не мешает замедлить шаг и осмотреться. Может быть, рядом есть тот, кому необходима помощь. Неравнодушие и свет наших сердец могут озарить путь для людей с белой тростью. Марина Джала, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Строительные, сельскохозяйственные, сервисные, экологические и волонтерские. Этим летом в студенческих отрядах разного профиля в Беларуси и за рубежом было трудоустроено около 14 тысяч человек. Эксперты подчеркивают, в большинстве случаев для молодежи это не только хорошая возможность заработать свои первые деньги, но и отличное времяпровождение. Итоги трудового семестра будут подведены совсем скоро. Ну а пока самое время поинтересоваться, каким выдался 2018-й для организаторов временной занятости молодежи и бойцов студотрядов. Юлия Викторовна, вот-вот будут подведены итоги трудового семестра 2018. Как обычно проходит эта церемония на Гомельщине? Традиционно то, что сделано, должно быть замечено и отмечено. В каждом районе, затем в области, а затем и в республике подводятся итоги третьего трудового семестра. Мы благодарим нанимателей, принимающие организации, ну и соответственно ребят, командиров выделяем, лучших, комиссаров награждаем и бойцов студенческих отрядов. Кстати говоря, о статистике наверняка есть первые результаты. Каким выдался трудовой семестр 2018, каким это лето выдалось для молодежи, которая хотела подзаработать и в то же время приятно, прекрасно провести время? Не простым для нас, как для организаторов студенческих отрядов, но для ребят, я думаю, что выдалось ярким, интересным и запоминающимся. Что-то новое, отличительное от предыдущих лет было? Может быть географическое, может быть в масштабах? Традиционно продолжили свою работу и выездные наши студенческие отряды. Это какие направления? Сервисные, Туапсинский район, Краснодарский край, Московская область. Продолжили свою работу сельскохозяйственные, строительные, экологические. Что у молодежи сегодня наиболее пользуется популярностью? То есть, допустим, это стройотряды или сельхозотряды, или, может быть, могу себе представить выездные отряды, говоря о том, что хорошая возможность в том числе и съездить к морю? Выездные отряды, конечно же, идет отбор, потому как туда ребята приходят. Конкурсная основа. Это, в первую очередь, связано с тем, что строительные, да, они востребованы, но туда уже идут ребята с некой базой, преимущественно те, кто занимаются, кто обучаются по строительному профилю. Это будущие строители ребята. Ну, а сельскохозяйственные мы имеем возможность принимать ребят, зачислять в отряды ребят с 16 лет. Строительные, конечно же, это только совершеннолетние ребята и выездные отряды совершеннолетние. Поэтому туда могут попасть не все желающие. Если говорить о цифре в масштабах области, сколько ребят удалось трудоустроить этим летом? Заработной платой более 2000, это именно в студенческих отрядах. Индивидуально также на условиях оплаты труда порядка 2000. Ну и 7000, это волонтеры. И кроме этого, еще порядка 3000 работали и в эти дни продолжают работать в сельскохозяйственных предприятиях, оказывают помощь в уборке сельскохозяйственной продукции. Поэтому в целом, если говорить о цифрах, то это 14 тысяч трудоустроенных ребят. Мне кажется, что значимая цифра, значительная, уверенный результат значительный. А вот как по-вашему, удалось ли ребятам не только провести прекрасное время, но и достойно заработать этим летом? Кто хотел, тот сумел это сделать? Конечно. Если есть желание, то всегда найдется и возможность, правильно? Самыми высокооплачиваемыми традиционно являются строительные отряды. Но отряд у нас работает в соответствии с законодательством не менее 10 дней, поэтому вот за 10-15 дней работы порядка 240 рублей можно заработать. Соответственно, для тех, кто работает полный месяц, ребят, это порядка 500 рублей. Но остальные немножечко ниже, 180-200 рублей за смену. А как насчет волонтерства? Есть ли желающие? Цифры говорят сами за себя 7000, но волонтер это, конечно же, неоплачиваемый добровольный труд. Но здесь, прежде всего, желание ребят приветствуется, что-то сделать. Ну, конечно же, это организация полезная досуга для ребят. Это и для них полезно, и у родителей. Не болит голова, чем занят ребенок. Да и для общества полезно, от этого, я так понимаю, греет сердце того и тому, кто помогает. Юлия Викторовна, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире Беларусь-4. Первые репетиции детского Евровидения 2018 стартовали в столице. Для конкурса спорткомплекс Минск-Арена превратили в солнечную систему. Гринрум словно парит в звездном небе, а купол арены оформили многоярусными люстрами. Финал конкурса пройдет 25 ноября. Нашу страну представит минчанин Даниэль Ястремский. Гомель на следующей неделе также станет площадкой для международного музыкального конкурса «Золотая лира Полесья». В шестой раз он соберет более 150 участников из разных стран. Юные артисты продемонстрируют мастерство игры на цимбалах, домре, балалайке и аккордеоне. О чем порадовала неделя жителей и гостей Гомельской области, расскажет Анна Корольчук. Квартал конвента Сета или двор конвента – один из самых живописных уголков Старой Риги. Узкие пешеходные улочки, старинные здания и шпиль церкви Святого Петра действительно завораживают своим видом. Недаром это место так любимо многими художниками, среди которых, например, русский деятель искусства Николай Рерих, а также белорусский пейзажист Павел Масленников. Его работу «Дворик Старой Риги», а также более 30 полотен других известных белорусских художников можно увидеть в картины галереи Гавриила Ващенко. Здесь открылась экспозиция «Мой выбор» из коллекции Николая Синякова. Экспозиция условно разделена на две зоны. В одной расположились концептуальные картины, в другой – классические портреты, пейзажи и натюрморты. В этой разножанровой подборке каждый сможет найти что-то по душе, ведь любая из работ способна задеть за живое. Выставка продлится до 16 декабря. Виртуозный вокал в сочетании с глубоким звучанием классических мелодий. В камерном зале Дворца культуры железнодорожников прошел музыкальный вечер под названием «С любовью к опере». Артистка Гомельской областной филармонии Ольга Кузьменко и солист Большого театра Беларуси Александр Краснодубский подготовили для слушателей яркую программу. В нее вошли произведения мировой классики на музыку римского Корсакова, Моцарта, Верди, Безе и Рассини. Александр Краснодубский впервые выступил дуэтом с гомельской певицей. До этого он приезжал на гастроли с президентским оркестром Беларуси и в составе труппы Большого театра оперы и балета. «Среди людей, мне близких и чужих» выставка, посвященная двухсотлетию со дня рождения классика литературы Ивана Тургенева, открылась в Гомельской областной библиотеке имени Ленина. Творчество этого прозаика, поэта и переводчика стало значительной частью не только русской, но и мировой культуры. В экспозиции посетители увидят прижизненные издания автора и его современников с портретами, гравюрами и фоксимильными записями. Книги и журналы 19-го, начала 20-го веков интересны не только своим содержанием, но и оформлением. Более 30 редких изданий предоставили из книжной коллекции князей Паскевичей. Кроме того, в арт-кафе и библиотеке работает выставка «Окна родного дома Новобелеца» фотографа Евгения Писаренко. Бесконечные вариации домов, заборы, палисадники, деревья и кусты сирени – это медленно текущая жизнь, прекрасная в своей обыденности. Автор работ сама почти всю жизнь прожила в этом районе Гомеля. Увидеть экспозицию в арт-кафе можно в течение месяца. Чем нас порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Гомельский молодежный театр готовит спектакль «Все глуше музыка войны». В центре сюжета – отечественная война, которая скомкала жизни тысячи людей. Историю расскажут словами наших земляков, жителей Гомельской области. В белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей пройдет музыкальный вечер «Синяя вечность», посвященный творчеству Муслима Магомаева. Творческий союз прекрасного баритона Константина Горошко и виртуозного пианиста Виталия Фомина подарят слушателям всю выразительность музыки маэстро. Ностальгическую комедию «Нежданчик» покажут на сцене Дворца культуры железнодорожников. Люди, рожденные в СССР, смогут вспомнить свою юность, а молодежь познакомится с жизнью советских людей. Смешную и добрую историю представят российские актеры Екатерина Порубель, Кирилл Гребенщиков и Вячеслав Гришечкин. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин